Пастырь В этом стадии есть люди, и эти люди мы с вами. Я не имею в виду, и каждый из вас понимает, что это не ругательное слово овца, это просто так называется животное. Но когда мы говорим о нас с вами, о том, что мы находимся в пастве, или частью являемся паства Иисуса Христа, то какого качества должны быть с вами мы? Соответствуем ли мы тому пастырю, который ведет нас, который отдал свою жизнь за каждого из нас? И множество-множество добрых качеств мы могли бы сказать об Иисусе Христе, но апостол Павел предлагает нам сегодня поразмышлять о нас с вами. А кто наполняет эту паству? Кто является теми самыми послушными Господу овцами, которые идут за ним? Я хотел бы предложить вам отрывок от Священного Писания, вторая глава послания к филиппийцам с 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни, похвалия мое в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Этот отрывок апостол Павел написал после того, когда он сказал об Иисусе Христе, что Иисус Христос, будучи настоящим Богом, пришел на эту землю и отдал себя за каждого из нас и позволил людям распять его на Голгофском кресте. И вот он говорит, что за это, за то, что Христос совершил, Бог Отец поднял его выше всех и назвал его именем, непостижимым для Бога человека, Господь. То есть Господь Иисус Христос заслужил особенного положения там на небе, и это не вопрос пребывания его в Троице, а что там на небе впервые, вообще в истории всей Вселенной, Бога-человек, там находится Одесную Бога Отца. И это для того, чтобы однажды каждое колено, каждое имя, неважно, дети Божьи, безбожники, сатана, неверующие люди, атеисты, ангелы, все однажды поклонятся этому Господу, воздадут ему славу и будут исповедовать, то есть будут провозглашать, что Он именно такой и есть. И вот после этого апостол Павел говорит, итак, то есть если Иисус Христос совершил такое для нас, если Он, будучи Господом, пошел на такие мучения и страдания, чтобы открыть нам дверь в небо, то есть привлечь нас к себе в свою паству, и так, поэтому, в связи с этим, таким образом, если Христос сделал все это для нас, то послушание этому Господу, которому мы поклоняемся, как будто бы или должны поклоняться, это самая лучшая реакция тех, кто входит в его семью, кто входит в его стадо. Лучшая, наивысшая степень отношения и почтения к Богу, это послушание Господу, исполнение воли и его заповедей. Послушание, Он говорит здесь, не только в присутствии моем, когда есть сторож, когда есть охранник, когда есть кто-то, кто контролирует или надзирает за нами, послушание, когда нет никого. То есть в этом случае Он говорит, что ваше послушание – это внутреннее состояние, это содержание вашего сердца, это то, чем обусловлено мое признание власти и господства Иисуса Христа в моей жизни. Послушание, когда никто не смотрит за мной, послушание, когда Божий страх контролирует мою собственную совесть и мои отношения. И вы знаете, что когда Бог сказал Аврааму, ходи передо мной и будь непорочен, вот Авраам должен всегда был иметь в виду, что Бог все видит, все знает, от него никуда не скроешься, и при этом ходи передо мной непорочно. То есть праведность жизни в поступках, в действиях, в мыслях должна наполнять твое естество, сопорождать тебя в течение всей твоей жизни. Послушание христианина обусловлено не просто страхом, послушание обусловлено его сердечным отношением к Богу. И поэтому Он дальше говорит здесь, что страх и трепет должны наполнять ваше сердце. И в этом случае Он имеет в виду не страх перед великим Богом, не страх, как у язычников, от того, что грянет гром или молния вдруг засверкает на небе, не страх животной, когда мы трепещем, не понимая перед кем и от чего, а вот этот благоговейный трепет перед Всевышним Спасителем, вот этот ужас огорчить Бога своим непослушанием, огорчить Господа своими поступками, вот этот страх причинить ему боли и страдания, потому что он уже пострадал за то, чтобы мы были святы и непорочны. Вот это желание жить достойно своего Бога, вот от этого приходит внутреннее ощущение, вот этого переживания, Господи, как бы я не хотел тебя огорчить, следуй за тобой, прислушиваясь к твоему голосу, я не хотел бы тебя никаким образом огорчить и оскорбить тебя своим непослушанием, своим неподновением. Вот этот страх, приходящий в наше сердце от понимания Божьего величия и его отцовства, страх от того, что в его любви к нам наше отношение к нему должно быть настолько адекватным, чтобы не огорчить его никогда никаким поступком или мыслью. В этом случае, когда используется слово вот это «страх и трепет», имеется в виду, что сердце человека, богобоязненного, наполнено особенным отношением к Богу. Это ведёт нас к освящению и к чистоте, к чистоте сердца каждый день в каждом поступке. И поэтому слово Божье говорит, что в воле Божьей есть освящение наше. Освящение обусловлено не тем, что мы исповедуем какую-то религию, освящение не потому, что в церкви принято решение, освящение потому, что Бог святой и праведный принимает и слышит, и отвечает на молитвы только людей, своих детей, которые святы и праведны в этой жизни. И апостол Павел, развивая дальше эту мысль, говорит, что мы ходим не просто в страхе и трепете, он говорит, что мы, как его дети, находясь в его царстве, должны совершать своё спасение в этом самом страхе и трепете. В этом случае слово, использованное здесь, как «совершать», имеет определённое значение. Здесь две мысли, два значения. То есть имеется слово такое, которое мы должны прилагать все усилия, старания, то есть это постоянное действие в совершении своего спасения, которое ведёт нас к определённому конечному результату. Здесь два аспекта этого самого совершения спасения. Одно – Господь совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, Он взял на себя наш грех, пригвозил его ко кресту. Это Он сделал, и мы сюда ничего не можем прибавить. Но следующее здесь содержится в этом слове – «Обретя вот это спасение в Иисусе Христе, обретя прощение и примирение с Отцом, мы должны быть активными следователями или последователями этого спасения, мы должны утверждать, совершая своё спасение». Через что? Через пребывание во Христе мы должны утверждать это спасение через пребывание в Его слове, через освящение и послушание Его воли. Когда в нашей жизни это присутствует, тогда мы на самом деле утверждаем, как мы уже сегодня слышали, из апостола Петра, из Второго Послания, он говорит, что следует таким образом мы утверждаем своё спасение, своё отношение со Христом. Здесь нет учения о том, что верующие должны творить какие-то дела, чтобы спастись больше или в меньшей степени. Речь идёт о том, что мы с вами, уже будучи спасённые, должны совершать нечто в своей жизни, следуя за нашим Господом. И поэтому вот здесь говорит он в 13 стихе, «Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению». Христианин имеет полную, абсолютную ответственность за свои дела и за своё безделье в том числе. То есть верующий не может списать на основании этого текста свою равнодушную жизнь, равнодушное отношение к Богу, служению. Мы не можем оправдаться перед Богом тем, что мы ничего не делаем в служении Богу. Паства его не только следует за Богом, но и слушает Божий голос, исполняя его волю. Поэтому апостол Иаков говорит, что вера без дел мертва. Это значит, что я, будучи спасён, обретён в Господе, открыт в нём как сын, как дочь, я не могу жить жизнью бесполезной, ни к чёмной жизнью. Вы знаете, что овец не держат просто так, их не кормят просто так, их не водят на злательные пажики просто так, от них ожидают какую-то прибыль в виде шерсти или потом мяса. Поэтому мы с вами не призваны просто называться детьми Божьими, мы призваны быть ими, чтобы, исполняя волю Божью, совершать дело Божье. Он совершает в нас свою волю посредством действия Духа Святого, который живёт в нас. Поэтому Дух Божий, который произвёл в нас изменения, рождение свыше, о котором мы говорим, это не просто действие, а только от Бога. Но под влиянием Святого Духа мы становимся с вами не только послушны Богу, но мы начинаем делать дела Божьи. Бог действует в нас Духом Святым, и Библия говорит, что всякое даяние доброе происходит от Отца Светов. То есть Бог всякой доброты, поселившись в нашем сердце, нас сделает себе подобными. То есть мы не просто ходим здесь по падбищам, мы становимся похожими на Сына Божия Иисуса Христа, и силой Святого Духа обретаем не только знания, но и способность жить, подражая Иисусу Христу, делая добрые дела. Иисус Христос не был равнодушен к людям, к их нужным и проблемам. Он откликался на их нужды, Он обращал на это внимание и совершал необходимые действия, чтобы люди могли увидеть, насколько Он добр. Он, как Отец, производит это добро, и мы с вами, учась у Него, становимся похожими на Него, подражая Ему в конкретных поступках, в конкретных действиях в этой земной жизни на Земле. Очень важно, чтобы мы не просто знали теорию, чтобы мы не просто слышали Слово Божие из года в год, но чтобы мы могли проверять, насколько мы соответствуем Христову характеру в нашей жизни. Важно, чтобы мы не просто услышали и знали волю Божьей, но еще и не угошали действия Духа Святого, Который призывает нас творить Божьи дела. Слово благоговение означает, что Бог, благоволение, что Бог хочет, чтобы наши дела, наша христианская жизнь были Ему угодны, чтобы они нравились Ему, чтобы они приносили восторг нашему Богу, чтобы они приносили Богу славу. Каждое наше слово, каждый поступок, уже будучи христианами, находясь в семье Христовой, должен приносить Богу славу. И Богу должно это нравиться. Он должен обонять приятное благухание от нашей жизнедеятельности, христианской жизнедеятельности. И когда апостол Павел говорит, что мы должны следовать за Богом, совершать Божьи дела, творить добро, он говорит, что мы это должны делать без ропота и сомнений в 14 стихе. Без ропота в этом случае вы знаете, что это недовольство, когда христиане реагируют на окружающий мир, на обстановку, когда они реагируют на обстоятельства какие-нибудь и выражают недовольство тем путем, которым Бог его ведет, возможно, тем пастбищем, на которое Бог нас привел, возможно, теми пастырями, которые нас учат, или проповедниками, которые нам проповедуют. То есть христианин, который подвержен влиянию вот этого недуховного качества ропота, он производит негативное чувство внутри себя и распространяет это негативное отношение по отношению к Богу. Он ропщет против воли Божьей, выражая несогласие с Его действием в моей жизни. Очень важно здесь не путать. Апостол Павел учит, чтобы мы не путали, когда Бог наказывает нас за наши поступки, за наши грехи, за наше отступление, глупости в этой жизни, мы получаем воздаяние за то, что мы делаем в своей жизни. И когда Господь ведет нас через трудные дороги, как говорит стиломопейец Давид, Он провел меня через добрые, хорошие стези, путями провел меня. Что, у Давида не было переживаний? У Давида не было страдания или горя? Его никогда не притесняли и не гнали? Нет, как раз все наоборот. Но Он говорит, межи прошли Мои по прекрасным местам. От чего это происходит? От того, что нравится путь или от состояния сердца, как мы уже сегодня слышали? Что великое приобретение, когда я благочестив, и я воздаю Богу славу, независимо от тех обстоятельств, через которые Бог меня проводит. Поэтому, когда сердце христианина в восторге, в радости принимает волю Божью, когда Господь мой пастырь, и когда это Господь, то проявляется в моем отношении к Нему и в исполнении Его воли, тогда это угодно Богу, и это славит Его, и это становится Ему приятным благоуханием. Без всякого сомнения. Вот эта совокупность мнений, которые приходят в нашу жизнь, в том числе христианскую, это когда есть мнение Бога, и есть мнение человеческое. Когда Бог сказал вот так, а я думаю, точно ли сказал Бог, правильно ли Он выразил, может быть, Он ошибся. Сомнения – это когда негативное отношение к тому, что делает или говорит мне Бог. Когда я выражаю Ему недоверие. Когда вдруг я начинаю сопоставлять человеческое с Божьим. Не просто принимаю Божью волю безоговорочно для исполнения, а начинаю сравнивать. А что говорят другие? А что говорит мой собственный опыт в жизни? Когда Божьи заповеди и человеческие заповеди противопоставлены друг другу, и я начинаю выбирать то, что мне больше нравится, что мне комфортно в жизни, на самом деле я не сомневаюсь. Это качество человеческое, которое обычно сопровождает человека неверующего. Он сомневается в одном, во втором и в третьем, и в конечном счёте он не может согласиться с волей Божьей безоговорочно. Это приводит его к поражению внутреннему, к лишению веры и радости в отношении с Богом. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми. Неукоризненными и чистыми – это процесс. Это процесс взросления духовного человека. Чтобы вам быть – это состояние. Чтобы вам быть. Чтобы не только называться, но чтобы сердце наше было полно абсолютного доверия Богу. Чтобы вам быть. Это призыв к образу жизни. Это не просто провоглашение некоторой философской мысли. Мы должны быть такими, чтобы у нас не было даже намёка на грех. Безупречные – это люди, которым нет основания предъявлять претензии. Это люди, которых нельзя обвинить ни в чём. Нельзя найти чего-то, за что можно было бы им сказать или выговорить за что-то недоброе в их жизни. Чистых от всякого рода неправды, от всякой скверной нечистоты. Сердце чистое, сотвори во мне Господи, и дух правый обнови внутри меня, говорит псалмоперец Давид, когда приходит к нему Нафан, обличает его в грехе. Когда мы осознаём, что наше сердце неправо перед Богом, когда мы слышим Слово Божие в песне или в стихотворении, когда мы просто сталкиваемся с ситуацией и видим, что наша совесть обличает нас, мы не должны оставаться равнодушными. Мы не должны это спускать на тормозах, как говорят люди, ну, мол, со временем всё пройдёт. Сердце должно быть чисто, абсолютно, безупречно, чтобы нас, как детей Божьих, никто и никогда не мог обличить во лжи или в неправде. Это ответственность каждого христианина. Друзья, чистые, это значит, апостолмоперец Давид говорит, Господи, испытай меня, испытай меня и узнай, не на опасном ли я пути. Господи, проведи меня через огонь, чтобы я вышел, как золото. А чистое, без всякой скверны, без всякой примеси, это отношение настоящего человека, христианина, к своему Господу. Мы не можем позволить себе оставаться в состоянии, которое оскорбляет Бога, которое разрушает наши отношения с Ним. Сердце чистое, сотворимое во мне, Господи. Это моё желание. Это я ищу чистоты. Это я хочу отношения с Богом, потому что ничто нечистое Бога увидеть не может. Ничто неверное перед Богом, наполненное всякими скверными, не может получить ответа от Бога. Ни здесь, на земле, ни тем более встретиться с Ним на небе. Люди часто забывают об этом, что наша вот эта беспорочность, это не просто красивые слова о какой-то христианской вере или понятиях. Вот здесь слово «непорочный» имеет такое же точно значение, какое имело значение жертва в ветхозаветное время. Бог сказал израильскому народу, вы должны приносить мне в жертву ягнёнка без порока. Даже пятна на нём не должно быть. Он должен быть однотонный, одноцветный. Никакого крапина, ничего не должно быть. Должен быть совершенно чистый, здоровый, неповреждённый ягнёнок для того, чтобы он был угоден Богу. Это значит, что наша ответственность здесь ходить перед Богом точно в таком же качестве, точно таким же образом служить нашему Господу, чтобы мы, называя себя детьми Божьими, следуя за Ним, называя Его Господином, чтобы наша жизнь соответствовала Божьим требованиям. Когда Господь обращается через пророка Малахи и говорит, вы приносили в жертву нечистый хлеб, вы приносили слепое и хромое, а вы говорите, чем мы бесславим тебя. То есть иудейский народ, естественно, как разумные люди, они думали, ну зачем я буду приносить Богу самое лучшее, принесу немножко нарушенное, какое-то, может быть, не самое чистое, не самое правильное, не самое здоровое, отдам Богу, всё равно это будет с сожжением, всё равно это больше не будет ходить, не будет производить потомство, зачем я буду отдавать в жертву самое лучшее. Но Бог ревнитель, Бог не изменяет своих мнений и своих принципов, Он говорит, что вы делаете зло. Попробуйте принести такой подарок, например, завявшие цветы своей жене, она обрадуется, подарите плохой, испорченный какой-нибудь подарок своему князю или начальнику, он будет доволен. Почему вы, называясь моими детьми, называясь моим народом, приносите мне жертвы, которые не угодны мне, они несовершенны, они не беспорочны. Мы, называя себя детьми Божьими, называя себя паствой нашего Господа, соответствуем ли Божьим требованиям, действительно ли мы в своей жизни, в своем служении, приносим Богу беспорочную жертву, от которой славится наш Господь или Ему не нравятся наши жертвоприношения. Строптивый и развращенный род, в котором мы должны показать себя чистыми и неоскведненными людьми. Строптивый – это здесь слово, которое переведено, как в нашем переводе, хинодальном, строптивое, означает, что происходит, как слово сколиос, искривление позвоночника, когда кривой позвоночник, это плохо, это нездоровый человек. И здесь то же самое слово, от него производное, искривленные пути, когда дети Божьи ходят не прямо за Господом, а уклоняются на свои собственные пути, о которых говорится в книге притчей. Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. И наша ответственность – проверять свою жизнь, проверять, каким образом мы ходим здесь по земле, чтобы не нарушать Божье Слово, чтобы не уклониться от Господа. Когда мы говорим, «Господь есть мой пастырь», «Господь есть мой пастырь», я соответствую требованиям моего пастыря, я действительно следую за ним, я действительно отвечаю тем Божьим принципам, заповедям, которые он оставил здесь, и законам, которые он предлагает нам, чтобы мы соответствовали его требованиям. Когда мы говорим о том, что развращенный, здесь подвергается и усиливается вот это значение первого смысла, что изначально человек, который был испорчен, восстановлен Богом, и мы не должны снова приходить на этот путь, который искривлен, как лукавое сердце человека, то есть кривое сердце человека, и вне Бога оно всегда такое, но мы, христиане, должны всегда держать путь прямой, путь за Господом, следуя за Ним. А вот мы с вами в этом лукавом, развращенном, строптивом, то есть искривленном мире должны сиять, как светило. Это наша ответственность. Мы не можем стать похожими на окружающий нас мир. Мы его пасту, мы его народ, мы отделены им для его славы, для его пользы, чтобы Царство Божие, сосредоточенное в нас с вами, приносило Богу хвалу. Мы должны сиять, как светило. Мы не можем скрыться в этом мире, развращенном и строптивом, в мире греховном, в мире, где каждый шаг человека обусловлен неправдой, нечистотой, всевозможной скверной. Мы должны сиять, и мы не должны раствориться в этом мире. Мы должны сиять, как дети Божьи. Мы, обладая Его светом и Его любовью, должны быть заметны в мире, в среде безбожников. Мы особенное стадо, отличающее от других. Слово «содержа» в 16 стихе, которое здесь использовано, можно перевести, как «передать», «предлагать». Поэтому, когда... Это может быть более точнее, такой перевод. Когда слово «содержа» – Слово Божье, это значит, мы храним его в своем сердце. Это значит, мы обеспечиваем его в безопасности. Но когда мы можем перевести здесь «предлагая», поэтому, говорит, «предлагая» слово «жизни», то есть Евангелие Иисуса Христа. Мы должны раздавать Евангелие Иисуса Христа. Мы не просто ходим, обеспеченные Божьей безопасностью. Мы не просто радуемся, что Он любит нас. Мы не просто славим Его за то, что Он водит к водам тихим и напажит их хорошее. Мы не просто поклоняемся Ему за это. Мы еще следуем Его воле, исполняя Его заповеди, передаем Евангелие окружающим людям. Мы своим присутствием даже влияем на окружающий мир, показывая доброе отношение к Богу и истинное послушание. Не формальную религию, не просто традиционные понятия, а живые отношения с Ним, которые влияют на окружающих людей. И они могут увидеть это. Зачем? Он говорит, что вы это должны делать к моей похвале или к моей радости, можно здесь так же перевести. То есть я радуюсь, когда вы распространяете вот это влияние, о котором апостол Павел в послании Коринфам пишет, что вы Христово благоухание. Мы не просто ходим, окруженные, как я сказал, забором Божьим, чтобы мы были в безопасности, как Сатана говорил об Уове. Бог-то окружил его забором, и потому у него все хорошо. Нет, мы не такое стадо. Мы те самые дети Божьи, которые к радости самого Господа, исполняя Его волю, распространяем Евангелие Христово вокруг себя, чтобы это влияние достигало каждого грешника, и он мог обрести спасение для себя во Иисусе Христе. Когда мы говорим, что апостол Павел, и сам он здесь об этом говорит, он трудился не зря. К радости о чем? Что он не зря трудился в этой церкви. Он не зря принес Евангелие в филиппийскую церковь, филиппийцам. Он говорит, что когда я вижу, что вы подражаете мне, когда я вижу ваш успех в распространении Евангелия, это не просто приносит радость мне, это приводит меня в восторг, потому что вы не просто услышали Евангелие Христово, вы не просто приняли его к сердцу, вы стали так жить. И потому меня радует то, что производит вас Дух Божий. Мне нравится, что вы, как дети Божьи, послушные своему Господину, живете свято для Бога, делая то, к чему Он вас призывает. И Он говорит, я становлюсь жертвой в 17 стихе. Это здесь для них особенный пример. Нам не всегда понятно, как переведено на русский язык. Здесь Он говорит, я становлюсь жертвой. Это не просто Он стал жертвой в одночасье. Один раз, как некоторые толкуют, что апостол Павел имел в виду свою будущую смерть, мученическую за Иисуса Христа. Он здесь выражает такую мысль, что я постоянно нахожусь в самопожертвовании, в самоотречении. Я это делал ради вас. Я жертвовал собой, своим временем, своей свободой, в конце концов, чтобы донести вам Евангелие. В древности в отдельных случаях совершались специальные возлияния вина на жертву. На жертву на животное или на сам жертвник. И когда испарялось вино, это было приятным благоуханием. Как бы это обоняние, вот этот запах обонял Бог, Божество, которому возносилось вот это жертвоприношение. И Он говорит, используя такое же слово, «Я становлюсь жертвой, как возлияние Божье на вас, чтобы это благоухание возносилось к Господу от вашего и моего совместного служения». Слово происходит от термина «священник служения верой вашей». Как священник совершал жертвоприношение, так Он говорит о Филиппийской Церкви. «Вы не просто сделали что-то однажды, а вы каждый день в течение всей своей жизни совершаете вот это служение священника, провозглашая Божью правду, вознося ему хвалу». Павел считал филиппийцев священниками. И об этом апостол Петр тоже пишет, что мы с вами царь и священники, и мы приносим жертву нашему Господу. И это нравится ему. И апостол Павел говорит, именно поэтому я радуюсь вместе с вами. 18-й тихе. То есть вы не просто совершаете служение, вы не просто что-то делаете по инерции, по традиции, или как, может быть, по опыту предыдущих поколений. Вы делаете это сознательно. Вы жертвуете собой, вы отдаёте себя, вы принесли себя в жертву, и я вместе с вами радуюсь, потому что наше служение приносит хвалу нашему Богу. Служение христиан должно наполнять радостью нас самих. Братья и сёстры, когда мы служим Богу, это должно приносить радость нам самим. И это должно вдохновлять других, радоваться вместе с теми, кто служит Богу. Это качество настоящего верующего, качество настоящего христианина. Поэтому, когда с нами встречаются люди на улице, что они думают о нас? Когда они слышат наши слова? Когда они видят наше служение? Какое состояние сердца? Какое отношение у них возникает к нам? Они ругаются типа меня? То есть человек какой-то непонятный, странный, со странным поведением? Или люди, встречаясь с нами, обнаруживают нас действительно здравомыслящих, людей, посвящённых Богу, людей, исповедующих власть Божия в своей жизни, людей, послушных своему Господу? И он говорит, я хочу сорадоваться вам в вашей радости служения Богу. Сорадоваться, знать, принимать участие в радостях других людей. Вот такое качество настоящей паства Христовой. Когда мы провозглашаем Господь, мой пастырь, очень важно, чтобы мы думали ещё и о том, каков я, находясь в пастве Христовой. Соответствую ли я Божьим требованиям? Живу ли я по Его воле? Радуюсь ли я вместе с Ним? Приношу ли я Ему хвалу? Обоняет ли Бог приятное благоухание от моего хождения здесь по жизни? Съят ли я для Него, очищая себя каждый день? Поэтому, когда мы слышим благословенные слова о нашем пастыре, я бы хотел, чтобы вместе с апостолом Павлом мы задумались, какая мы паства. Характер наш, цели наши, состояние наше, служение наше, которое Бог нам верил, должно приносить хвалу нашему Богу, нам восторг и радость от того, что Бог нам доверил это служение. Если же наше служение, наша жизнь не соответствует Божьим требованиям, и когда мы говорим «Господь», а на самом деле это не соответствует правде, правде реальной в жизни, мы всего лишь провозглашаем Его господство, но непослушание посещает наше сердце, сопровождает всю нашу жизнь, то у нас нет другого шанса, как прийти к Господу в молитве и сказать «Господь, я называю Тебя Господом, на самом деле делаю какую-то неправду, я творю какое-то беззаконие, я не живу так, как Ты сказал, я провозглашаю только Твое звание, Твой титул, но в моей жизни нет Твоего господства. Я живу, как мне нравится, я поступаю, как хочу, я не исполняю Твою волю». Поэтому Господь собрал нас здесь сегодня, чтобы мы говорили об этом, о том, что Его господство – это прекрасно, но послушание Ему – это не менее прекрасно для Него. Мы оцениваем качество Господа как пастыря, а Он оценивает нас как качество Его паствы. Поэтому, друг мой, брат или сестра, если сегодня Господь говорит тебе, что ты неправ перед Господом, огорчаешь Его, своего пастыря, своим поведением, своей жизнью, своим непослушанием, неисполнением Его воли, то нам необходимо примириться с Господом. Нам нужно попросить у Него прощения, потому что мы отличаемся от этих животных. У нас есть право, возможность, время сказать, Господи, прости меня, Господи, очисти меня, Господи, омой меня, освети мое сердце, чтобы мое служение дальнейшее приносило Тебе славу, чтобы имя Господь, как пастыря моей жизни, было не просто словом, а реальной действительностью в моих отношениях с Тобой.